МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Екатерина Хромова. Тот, кто не только передает знания и опыт, но и поддерживает. В облсов-профи наградили лучших наставников со всего региона. Уже третий год подряд накануне 1 мая здесь в торжественной обстановке вручают в знаке отличия почетный наставник Воронежской области. Цель церемонии – поощрить профессионалов своего дела и поблагодарить за их труд. Среди нынешних лауреатов – работники предприятий, где действуют профсоюзные организации. Эти люди активно способствуют росту и становлению молодых коллег. Например, Татьяна Губанова из Борисоглебска – машинист электромостового крана 5-го разряда. Большую часть из 30 с лишним лет стажа передает опыт новым сотрудникам. А это Александр Малинин из Россоши. Он прошел путь от помощника машиниста до инструктора локомотивных бригад. Профессия «Машинист-инструктор» – это опытный машинист локомотива. Его назначают для того, чтобы он обучал молодое поколение. Надо быть авторитетом для этих людей, потому что в любое время дня и ночи они должны мне, в случае чего, какая-нибудь авария или случай, они звонят мне, советуются, что надо сделать, как поступить. Это один из механизмов экономического развития предприятия наставничества. Без этого, ну я не знаю, ну в прошлое время, в советское время практически все, кто приходил из училища, из вуза, конечно, имели наставника. Ну а мы, в свою очередь, очень серьезно тоже к этому относимся. И у нас все первичные организации на предприятиях, где у нас есть, на предприятиях крупных и в бюджетной сфере, и в промышленной, имеют своих наставников, имеют возможность обучать, давать опыт, передавать молодым людям, которые приходят. Но это, наверное, все-таки, знаете как, это еще начало пути. В год педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным, почетными знаками наградили двух представителей сферы образования. Виктор Миловидов работает в 51-й школе уже 43 года, из них 33 директором. А профессор ВГТУ Сергей Антипов в этой системе полвека. Он автор более 12 изобретений. Среди его учеников и воспитанников сотни инженеров и учителей, десятки кандидатов наук и профессоров. На разных этапах я встречался с разными руководителями, и все они, фактически, были моими наставниками. А первыми наставниками, это так, мои родители. Роль наставника, с одной стороны, почетна, потому что у тебя есть рычаги влияния, власти, авторитета, а с другой стороны, очень ответственно. Человек должен быть профессионалом в своем деле, тогда он будет авторитетным наставником. И второе, обязательно, обязательно соблюдай определенные нормы этики и поддерживай по-человечески своих учеников. У нас в школе более 15 молодых педагогов. Я, как директор школы, стараюсь уделять внимание их воспитанию, оказываю им всяческую поддержку. Молодых педагогов надо школу брать на работу, надо давать возможность им совершенствоваться, учить их, воспитывать. Это очень важное дело, ведь нас кто-то должен сменить. Сказки с оркестром в столице Черноземья. Со сцены Воронежского концертного зала под аккомпанемент мировых шедевров звучат произведения Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляет сама по себе» и «Рики Тикитави» в исполнении заслуженного артиста России Григория Сиатвинды. Актер театра и кино, известный по фильмам «Жмурки» и «Параграф 78», а также сериалу «Кухня», виртуозно владеет своим голосом. Он один, меняя интонации, говорит за разных героев, увлекая маленьких зрителей в самую суть истории. Проекту сказки с оркестром больше десятка лет. В первую очередь он задумывался для детей. Это знакомство с литературной и музыкальной классикой, приобщение к миру искусства. Идея реализуется при поддержке московской филармонии. В столице Черноземья сказки сопровождает выступление симфонического оркестра Воронежского концертного зала. По словам организаторов, такой формат чтения текста под музыку детьми воспринимается особенно хорошо. Музыка для них очень важна, для их развивающихся еще организмов. И тексты важны такие осмысленные, очень хорошие тексты, хорошо написанные, не смсные, а вот литература. Мне вот эти проекты дороги тем, что мне хочется надеяться, что вот благодаря им дети не перестанут читать книги. Это всегда интересно и интересно это тем, что юное поколение мы таким образом приобщаем к классической музыке. Потому что очень сложно сразу же привезти ребенка, например, на симфонию или какой-нибудь классический концерт. А вот в такой как бы ненавязчивой форме, через сказку, через какое-то вот такое литературное произведение, нам, конечно, радостно видеть, что они постепенно приучаются слушать классическую музыку. И, кстати, перестают бояться больших таких оркестровых коллективов, потому что есть что-то всегда пугающее. Ну, маленькие. Но когда начинается сказка, а в это сопровождение еще с шедеврами классической музыки, конечно, маленький зритель находит большой отклик. И пока это все. Оперативная лента новостей обновляется на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Завтра итоги уходящей недели подведет мой коллега Иван Грещук. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. С наступающим 1 маем и до встречи в эфире.